Каждый из нас знает, что культура питания и еда это часть нашего здоровья. Основные принципы диетического питания при сахарном диабете это ограничение послащённой пищи и запрет на кладовке. Что есть на завтрак, чтобы не поднимался сахар? Гречку, бурый рыс, пшено, перловую крупу. Мы впервые в этом месте. Это продукты из церкви Spirit of Grace Church. И это еда для диабетиков. Так как у Юры при диабете, то нас туда направил, между прочим, доктор, информацию про эту церковь и про еду, которую дают бесплатно в этой церкви для диабетиков. Рассказал на врач. Показываю, что дают в церкви для диабетиков Америки. Друзья, вы на канале Interest Online. С вами Наташа и Юра с Детройта. Сегодня обзор бесплатной еды для диабетиков. Да, в Америке есть такой фонд, где помогают диабетикам. Смотрим обзор такой еды. Диабетикам лучше есть много зелени, овощей, все кореноплоды, то есть все овощи, растущие под землей, включая любые виды зелени и грибы. Корень сельдерея, сырую морковь, рыбу, мясо, яйца, морепродукты. Продукты с высоким содержанием пищевых волокон. Какое мясо подходит? Лучше кролика, индейки и телятину. Рыбу лучше всего речную или нежирных сортов. Какие каши? Ячменная, рисовая, овсяная, гречневая. Ну и фрукты. Очень много задают вопросов, какие фрукты можно употреблять диабетикам. Вишня, клюква, брусника, груша, яблоко. Снижают сахар? Яблоки, черника, авокадо, тыква, тыквенные семечки. Если среди моих подписчиков кто-то из Мичигана, я оставлю ссылку на эту церковь, где раздавит бесплатную еду для диабетиков. Что здесь есть? Протеин, орехи, зерна, фасоль, еда без сахара, лавкарпен, хайфайбер. Мало углеводов и много клетчатки. Смотрим. Что у нас есть? Кейл. Это сорт капусты салатной. Это листовая капуста колорд. У нее мягкий вкус с небольшой горчинкой. Она сочетается с большим количеством продуктов. Ее употребляют как в сыром, так и в отварном и квашеном виде. Салатная капуста или леттус называют ее. Брокколи. И здесь брокколи также пакетим. Уже разделано на соцветия. Свекла. Редька. Лук. Помидорки. Ну а морковка. Вот только дикие олени будут ее есть. Хотя ее хорошо на терке натереть, на корейскую. И baby carrots. Маленькие морковки. Я всегда думала, что это специальный сорт. А оказывается нет. Эта машинка так нарезает их, что они одинаково выглядят. Фрукты. Ну, в фруктах много сахара. Но один-два фрукта для диабетика можно есть в день. Грейтфрукты, апельсины, мандарины и яблоки. Это клетчатка. Что из белка? Яйца. И органик. Белые. Ларч. Большие яйца. Грейт-Эй. Большие яйца. Написано, что фермерские. Салмон. Красная рыба. Лосось наш. Американские продукты. Мороженое. И курица с костком. Курица-гриль. Тепленькая еще была, когда я ее забирала. Курица-гриль такая. Костка стоит 5 долларов. Все продукты поднялись в цене. А костка держит цену на курицу 5 долларов. Ну, а теперь будем смотреть, что у нас в пакетиках. Обзор. Бесплатная еды для диабетиков. Смотрим, что в пакетах. Орешки грецкие. И не только грецкие. Здесь микс и миндаль, и фундук. Два пакетика. Здесь также микс. И вижу, фисташки есть. Чечевица. И второй пакет. Чечевица большой. Здесь килограмм, а здесь 840 грамм. Вы знаете, что фасоль и чечевица используют в виде гарнира или как отдельное блюдо. Потому что и чечевица, и фасоль исключительно питательны. Им не нужно дополнительный белок, ни мяса, ни рыба. Попкорн. Это скини попкорн. Здесь мало сахара. Вот написано только 80 калорий. Глютеин нет зерен. Ну понятно, кукуруза. Нету ГМО. Натуральный, чистая кукуруза. Из этой кукурузы попкорн. Дальше смотрим. Это что? Желатин. Здесь также шугарфри. Апельсиновый. Макароны. Но макароны, они с цельнозерновой муки. Видите, они не беленькие. Не с первого сорта, не с высшего сорта муки, а с цельнозерновой. Они такого темного цвета. И здесь я также видела еще второй подпетик макаронов. Это натуральные. Strader Джойсон, органик, цельнозерновая мука. Такие макарончики. О! Миндальное масло. А здесь просто консервированная капуста. Салатная. Это не морская, салатная. Еще такого даже никогда не пробовала. Нужно будет попробовать. Органик памкин. Это пюре. Strader Джойсон. Это пюре из тыквы на пирог. На Рождество. Американцы, у них такая же традиция на Рождество, Кагина. День Благодарения. Индюшка обязательно. Тыквенный пирог. А здесь фрукты консервированные в сосенном соку. Ну и как всегда, стручковая фасоль консервированная. И что здесь? О! Красный салон. Пинг салон. Консервированный лосось. Так, смотрим, что в втором пакете. Это овсянка. Она также не дробленная, а цельная. Смотрим срок годности, мне интересно. Срок годности до 25-го года. С Майера. Здесь. Здесь также с Майера. Стопроцентные натуральные овсяные зерна. Овсянка. Что здесь больше ничего нет. И сериал хлопья. Вот такие, где пониженный холестерол. Специальное диетическое питание. Овсяные вижу. Также овсяные хлопья. И они с вкусом клубники. Второй пакет разобрали. Смотрим, что у нас в третьем. Порезанные томаты органик. Не добавлено ни соли. С Калифорнии. Американские. А это грудка курицы. Порезанная. 13 грамм протеину. В воде. Здесь 196 грамм. 200 грамм. Консерва из курицы. Здесь также. Салмон. Лосось. Здесь вторая планочка курицы. Куриной грудки. Здесь тюна. Тунец. Но она не резаная. А здесь кусочками. Наверное, еще один тунец. Тунец. Так же тунец. А это арахисовое масло. Миндальное и ореховое масло. И также коробочка сириал. Здесь также цельнозерновой муки. Нет и кукурузного сахара, видите. Без добавок натуральные хлопья. Также овсяные. Так, этот пакетик уже также разобрали. И смотрим. Четвертый пакетик. Что здесь? Рис. Ну, это коричневый рис. Длинный. Например, мама моя впервые его попробовала. Я ей высылала его также. Ей не нравится такой рис. У него привкус немножко другого риса. Он как будто рис неочищенный. Но он очень полезный. Потому что здесь нет холестерола, видите. Вот такая же, такая же упаковка вторая. Коричневого риса. Long grain brown rice. Здесь упаковочки по 500 грамм. 454 грамма. Новый гмо. Натуральный продукт. Смотрим, что здесь еще есть. О, а здесь на памкин большая баночка. Натуральная. Без добавления консервантов. Американский продукт. Сколько здесь? 822 грамма. Это тыквенное пюре. На пирог тыквенный. Так, что здесь еще есть у нас? Также желатин еще. Желатин вишневый. Из вишни. Вот здесь. Делаем упаковочки желатина. Консервированные персики. Кусочками. Без добавления сахара. Вы знаете, что в консервациях очень много сахара. Кто диабетик, тот знает. Черная фасоль. И последняя баночка, что у нас? Здесь стручковая фасоль. Порезанная. Ну, как вам такой бесплатный набор для диабетиков в Америке? И забыла, в машине такой пакетик еще давали. Дарили каждому. А здесь специальные носочки для диабетиков. И что еще? А! И яблоки, сушеные. Крис пирет. И сухофрукты, яблоки. Друзья, спасибо за просмотр. Диетическая еда для диабетиков. Спасибо, что остаетесь с нами. Пишите, если в вашей стране такая помощь. Оставайтесь здоровыми. Правильно питайтесь. Всего самого лучшего. Мира, любви, добра. И до новых встреч. Пока-пока. С любовью. Наташа Юра с Детройтом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова